Вот она, игра началась. Как Наташа говорит, рыба-карась, игра началась. Перед вами набор из шести напитков. Он достанется только победителю. Итак, Михаил из Каратузского района до нас дозвонился. Михаил, доброе утро вас. Здравствуйте. С наступающим праздником вас. Голос Каратузского района, да, Михаил, вас тоже с наступающим. Как здорово. Да, вы работаете сегодня в столь ранний час или просто? Нет, просто всегда, каждое утро включаюсь, смотрю вашу передачу. Это тоже работа. Это очень приятно. А вы не участвовали в знаменитой игре с Валерой пока, да? Просто смотрели нашу передачу. Нет, почему? Так-то участвовал, но дозвониться не могу, но всегда угадывал. Хорошие задания задаются там. Итак, как раз, прямо сейчас, несколько заданий. У вас телевизор рядом? Так, да, да, да. Давайте мы сразу запускаем туда картинку, пускай она появляется. А я вам скажу. На картинке известный фильм. Известный фильм. Так-то. Да, отгадайте, что это за советский фильм. Очень известный. Мы видим. Ну а сейчас пока гороскоп идет, пока нет. Да, хорошо, я буду вам намекать, я буду вам намекать. Это портфель. Портфель, такой серьезный офисный портфель. И следующая картинка, мужчина с женщиной, якобы влюбленность. Что за советский фильм? Как вы думаете, портфель? В смысле, офисный портфель? Да, офисный портфель и мужчина с девушкой, сердечко между ними. Типа якобы влюбленность у них там. На работе все происходит. Что-то на работе произошло у них. Это служебный роман, наверное. Вот ты, эх, вы, Михаил. Без картинки угадали, да. Все правильно. Давайте... Я даже картинку еще не вижу. О, 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 все, все, ничего страшного. Давайте вот еще один фильм попробую вам объяснить. Попробую на словах объяснить. Три мужика. Стоят три мужика. Но это не простые мужики, они в бабочках такие. Да, такие в бабочках мужики. И потом... Символ удачи какой-то там. Символ удачи. Ну да, и типа пальцы скрещенные. Три мужчины в бабочках такие серьезные. Символ удачи. Какой-то советский фильм, очень известный. Да. Его отгадывайте и все. Михаил, сразу даем, сразу даем подарок. Там еще про памятник говорили, который нельзя посадить. Можно я? Да, он. Это мемов удачи, скорее всего. Не скорее всего, а так и есть. Да мы вас и поздравляем, Михаил. Вы большой молодец. Вы справились с моими заданиями. Вы отлично знаете фильмы. Рекомендую вам, конечно же, дальше продолжать их смотреть. Ну и что? Вот он, ваш подарок. Мы передадим обязательно. Не бросайте трубочку. Зафира продюсер расскажет, где забрать ваш подарок. Но вопрос от нас. Давай сразу вопрос. Скажем. Вы за... Какой подарок? За деньги? Или должен быть сюрприз для мужчин, например? Или для девушки? Нет, скорее всего, сюрприз. Он всегда приятный. Хоть маленький подарочек там или какой, но он приятный. Все равно сюрприз. И даже если это будут носки или пен для бритья? Да, главное, упаковочка хорошая. Красивенькая. Она же тоже радует душу. Ну все, Михаил, спасибо вам большое за участие. Хорошего продолжения дня. И еще раз поздравляю с победой. Вот ваш подарок. И хочу сказать спасибо за предоставленный подарок зеленогорскому заводу. Квас зеленогорский традиционный. Это классические технологии производства. Натуральное сырье. И все полезные свойства этого замечательного напитка. Да, квас от завода зелен содержит витамины, аминокислоты, полезные микроэлементы. Прекрасно утоляет жажду, освежает, быстро восстанавливает силы. И благотворно влияет на систему пищеварения. Зеленогорский. Что? Традиционный, настоящий квас. С выразительным хлебным ароматом и насыщенным освежищем вкусом. В средств приятном послевкусии. Спрашивайте во всех магазинах. Красноярского края. Эээ, ну это уж точно. Сейчас мы уйдем на блок полезной информации. Ну, она всегда будет полезна. Потому что этот эксперимент Михаил Иванов, только он единственный, соглашается на эту рубрику. Потому что он смелый. А там все опасно. Да, спросите у людей, просто у прохожих. А какой вы считаете лучший подарок для мужчины, для женщин? Это деньги, сюрприз? Вот они ответы. Ой.